Виталий Бианки Отца звали Валентин Бианки Он занимал должность заведующего орнитологическим отделом зоологического музея при Петербургской академии наук Он был настолько увлечен своим делом, что свой дом превратил в подобие зоопарка Богатая природа вокруг их дачи способствовала тому, что дети с ранних лет начали изучать ее многообразие Отец поощрял интерес сыновей к окружающему миру, брал их с собой в лес, на рыбалку и охоту Впоследствии этот интерес к природе определит род занятий трех сыновей Бианки Старший сыновей стал энтомологом, средний выучился на метеоролога А Виталий с детства мечтал об орнитологии Ему очень нравилось наблюдать за пернатами, особенно в Лебяжье, где перелетные птицы двигались по большому морскому пути В детские годы Виталий не только интересовался животными и птицами Он начал сочинять стихи, любил слушать музыку и сам пел Кроме этого, как любой мальчишка, любил погонять мяч в дворовом футболе После окончания гимназии Виталий стал студентом Петербургского университета, выбрав своей специальностью естественной науки Но тут грянула Первая мировая война, и об учебе пришлось забыть Бианки мобилизовали на фронт После революции Бианки несколько лет жил в Бийске, на Алтае Зарабатывал себе на жизнь чтением лекций по орнитологии Устроился в Краевический музей Преподавал в школе биологию Стал организатором научных экспедиций Именно в те годы появились его первые детские рассказы У Виталия имелась привычка записывать все увиденное Он наблюдал за окружающим миром, жизнью животных И эти его записи потом стали отправной точкой в рассказах о природе В общей сложности Бианки сочинил три сотни произведений Среди которых детские сказки, рассказы, статьи, повести Он издал порядка 120 своих книг В одном из своих интервью Виталий сказал, что старался писать так, чтобы и взрослые читали его произведения с удовольствием И только спустя годы понял, что писал для взрослых, сумевших не утратить себе детскую душу Творческая биография Бианки вышла на новый уровень в 1922 году После того, как он вернулся в родной Ленинград после долгих лет жизни на Алтае В родном городе писатель начал заниматься в кружке Самуила Маршака И полностью погрузился в написание своих произведений В которых зеленела трава, щепетали птицы и животные отправлялись за новыми приключениями Первая сказка получила название «Путешествие красноголового воробья» Она очень понравилась детской аудитории Вслед за этим Бианки написал еще несколько книг, вышедших отдельным тиражом «Мышонок, пик, лесные домишки и чей нос лучше» Многим поколениям детей полюбились небольшие юмористические рассказы «Первая охота», «Как у муравишка домой спешил», «Теремок», «Мишка-башка», «Сова» В 1932 году к книжной магазине города поступила книга «Лесные мыли и небылицы» Ставшая первым большим сборником произведений писателя Практически в каждой семье где есть дети На полке стоит сказка Виталия Бианки под названием «Синичкин календарь» Играя, дети знакомятся с временами года и их сменой в природе Главная героиня книги – Синичка Зинька, которая с удовольствием знакомит юных читателей с окружающим миром Бианки создал одну удивительную работу, похожую на которую не создавал ни один писатель Речь идет от книги под названием «Лесная газета», над которой он начал трудиться в 1924 году Вплоть до 1958-го напечатали 10 ее изданий, постоянно дополняющихся и изменяющихся внешне В этой книге предусмотрены 12 глав, каждый из них описывался определенный месяц года Бианки подавала эту книгу в виде газеты Страничка могла содержать объявления, телеграмму и даже небольшие юмористические рассказики В которых смешной формой передавались новости о лесной жизни Лесная газета так понравилась детишкам за границей, что была переведена на несколько языков И издана во многих странах мира Популярность писателя добавила и программа, которую он вел в эфире радио «Вести леса» Виталий Валентинович говорил, что эта передача вышла в качестве подарка детям, пережившим ужасы войны Чтобы они наконец-то научились радоваться жизни и не грустить Свою будущую жену Веру Клюеву Виталий встретил в то время, когда жил на Алтае Девушка работала в той же гимназии, что и Бианки Она родилась в интеллигентной семье доктора и учителя по французскому языку В этом браке у писателя родилось четверо детей, одна дочь и три сына Виталий точно так же, как и его отец, в свое время старался прививать детям любовь к природе Научил видеть и понимать природу Несмотря на трудный жизненный путь, личная жизнь писателя сложилась счастливо Он всегда смотрел на мир глазами оптимиста, умел находить во всем позитив Его радовали такие мелочи, как весеннее половодье, восход солнца, золото листвы на синих деревьях Виталий Бианки очень любил своих детей, придумывал для них разные игры Советовался с ними по поводу своих новых произведений Именно они были его первыми слушателями и критиками Вместе они часто играли в настольные игры За несколько лет до смерти Бианки начали одолевать разные болезни Но писатель упорно сопротивлялся, старался больше двигаться, выезжал в Новгородскую область Где жил в арендованной половине дома Он много гулял лесными тропами, очень любил это занятие Но болезни вскоре лишили его такого удовольствия С больными сосудами и диабетом он уже не мог передвигаться Внук писателя Александр помнит, что несколько последних лет дед жил в ожидании смерти И часто повторял, что очень не хочет умереть Да и написать еще что-нибудь тоже хотелось Сердце известного детского писателя остановилось 10 июня 1959 года Ему было всего 65 лет Местом покоения Виталия Бианки стало Богословское кладбище Субтитры создавал DimaTorzok